здравствуйте дорогие друзья уважаемые зрители портала тут бай совсем немного дней остается до конца 2012 года и сегодня мы решили подвести итоги уходящего года для сферы айти в беларуси сделать это мы решили вот в такой торжественной полуофициальной обстановке с нашими уважаемыми гостями представлю их владимир викторович басько генеральный директор ассоциации инфопарк и заместитель председателя конфедерации промышленников и предпринимателей юрий анатольевич диссер основатель и совладелец портала тут бай заместитель председателя ассоциации белый инфоком и михаил дорошевич руководитель проекта гемиус беларусь здравствуйте господа очень приятно видеть вас в нашей студии добрый день я думаю что мы начнем сейчас быстренько с одного из самых последних и интересных не знаю не знаю насколько значимых но интересных однозначно информационных поводов в беларуси основанием нового оператора связи в котором участвует замешан в котором был замечен российский миллиардер имеющий отношение к транспортной отрасли в россии судя по тому сколько тайн витает вокруг этого события наверное это действительно что-то важное по вашему мнению действительно ли это достойно того внимания которое сейчас получает я бы сказал что да безусловно на самом деле сот уже давно создан но де-факто можно сказать что он не приступил своей деятельности потому что он до сих пор нет не гонял через себя никакой трафик и вот наконец это свершилось на самом деле у вас давно искал партнера с кем сделать совместный бизнес и я знаю достоверно что из поиски были сначала в беларуси вот но просто тут нужны большие суммы построить центр обработки данных это ну миллионов 5 надо хотя бы и причем это очень медленные деньги они долго будут возвращаться потому что сначала не будет столько клиентов чтобы купить быстро этот сот то есть это деньги медленные на много лет инвестиции строительство телекоммуникационной инфраструктуры это тоже вложение вот чтобы построить и 1 спд единую систему республиканскую передачи данных это тоже инвестиции кроме того понятно что это будет на платной основе то есть за это будут клиенты платить деньги но государственная организация такая как у вас она же не может принимать деньги значит это должен быть должна быть какая-то коммерческая структура и собственно говоря вот инвестор был неизбежен вот это что это российский транспортный король но мы не знаем по каким критериям он был выбран но если у него много денег то там все получится но будем надеяться на это действительно да что что то получится и вот тоже один из последних инфоповодов раз уж мы немного продолжим сейчас о сфере телекоммуникаций раз уж мы начали говорить об операторах связи один из операторов связи белорусский диалог заявил о том что уже готов разворачивать лте сеть в нашей стране что вы можете об этом сказать какие прогнозы потому что очень давно уже делались попытки развернуть сеть четвертого поколения да все вот никак не удавалось то знаете я не уверен что белорусский рынок готов тому что нуждается ли он сети четвертого поколения по моей оценке не освоены доступные сервисы и в сетях третьего поколения и технологическая способность даже финансово развернуть не означает то что проект будет успешным поэтому я на месте диалога серьезно подумал даже на технологическое технологического обеспечения есть вопросы ну я говорю даже если ну белтел же славится своими передовыми проектами то не сиди мы пытались внедрить если проект будет достаточно локальным с точки зрения так сказать проекта пилотного расшевелить рынок попробовать как но наверное вполне оправданно если инвестор замахнется на серьезные действительно инвестиции скорее по моей оценке и его ждет неудача год назад же пытались россияне это йота внедрили йота белл но закрыли бизнес потому что сочли что пока или ты рано внедрять ну вот год прошел может быть уже и не так рад а может быть они с этого и не начнут там же заявлено сразу четыре направления вот что это будет и построение рс пд строительство цод там само название вот этот облачные технологии вот и ты только один из одно из четырех направлений а может они через три года будут это строить мы не знаем вообще там такая завеса секретности почему-то вот это тот сам указ почему-то секретный хотя понятно что шило в мешке не утоит все равно все узнают ну чёрки узнают видно так нужно вы знаете что все таки если коснулись этой темы и тенденциях на внутреннего рынка в части облачных сервисов или в целом новая категория услуги решений с моей точки зрения все новые поколения мобильной связи будут востребованы тогда когда будет некое достаточное количество электронных информационных ресурсов именно они порождают трафик если будет достаточное количество некое критичное электронных сервисов которые можно получить с помощью мобильных гаджетов да но именно на сетях новых поколений это два важнейших условия второй важнейший одной категории второй важнейший условий другой категории это как бы победение типичного потребителя даже не с точки зрения пользования услугами сетями мобильной связи или электронными услугами вообще его предпочтение в жизни его желание обмениваться информации порождать эту информацию быть каким-то новатором эти как бы это тоже очень сильно влияет на востребованность услуги надо сильно задумываться на тем в этом смысле готовы ли мы да и начнем что его поработать михаил может быть вы немножко рассказать расскажите о теперешнем поведении белорусских пользователей мобильной связи и мобильного интернета в частности ну я бы вообще сказал что в принципе появление стил ты очень даже хорошо с точки зрения технологической и плюс то что соседи и но это вот если говорить о трендах то это уже тренд прошедшего практически года то есть этой сети развернуты где тестовом режиме где полностью развернуты практически во всех странах соседях и республики беларусь поэтому конечно можно подождать можно подождать сервисов но сервисы у нас не появились и существующие виды виды 3g и 2g и все же все прочее не менее пользуются же мобильным лтре вы пользовались и когда идет я тоже пользовался мне даже понравилось а действительно быстро в тех местах где она работала она работала быстро я не знаю я до сих пор не заметил переход gprs на 3g более то у меня глубокое подозрение что 3g во многих местах и не работает до сих пор но это не подозрение смотрите пожалуйста на экран мобильного и там хорошо отображается какой темп связи передачи так как у вас сейчас есть ну естественно наверное кстати если говорить об этом году и думаю задумываясь о следующем но операторы не особо как раз развивали в этом году услуги предоставления данных хотя они наконец-то начали понимать что предоставление данных это очень важно и и за счет использования пользователями интернета растет их доходы в частности и раз до растут доходы то может быть они как раз начнут задумываться и о сервисах потому что в данном случае пока что они выступают исключительно как транспорт вот как выступают большинство интернет провайдер но вот какие запросы сейчас вот именно на сервисы на контент у мобильных пользователей интернета и может быть сразу можем сказать какими гаджетами они чаще всего пользуются ну вы знаете я как раз подготовил сравнение беларуси с соседними странами и даже более такими удаленными то есть если говорить о мобильном трафике но тут важная оговорка о том что это мобильный трафик то есть это белорусы которые с помощью мобильных устройств посвящают белорусские сайты то есть тут будет еще одна проблема которой может быть мы коснемся и в ноябре процент мобильного трафика составлял 4,35 если сравнить с украины в том же ноябре этого года то это 3,27 сотых в россии 4,28 израиль чуть более дальняя но высокотехнологичная страна 5,91 сотая почти 6 процентов но если взять данью то это более 14 процентов и если говорить об устройствах то тут тоже интересная картина потому что практически во всех странах вот белоруссия украина россия израиль и дания лидерами являются устройства производителя apple если в белоруссии украине россии и дания это первое устройство по просмотрам ipad то в израиле это iphone а вот 3 3 устройства тут все по разному белоруссии это nokia 52 30 в украине nokia x2 я даже не знаю что это как она выглядит данное устройство в россии samsung galaxy s3 в израиле samsung galaxy s2 и в дании samsung galaxy 2 и соответственно если говорить уже о производителях то тут уже ну в объеме всех устройств с помощью которых то белоруссии пока по-прежнему лидирует nokia но естественно на подходе apple и samsung и не и всех беспокоит естественно huawei zte потому что как раз вот работа мобильных операторов с данными производителями она и сказывается в тем что больше устройств больше смартфонов ну естественно люди больше используют интернет если говорить о проблеме то действительно наверно то что все таки ну белорусских сайтов мобильная версия это не самая сильная страна соответственно если нету мобильных версий потому что но мобильное приложение все-таки дорогостоящая вещь как я понимаю и ну она есть у лидеров у нас много вот я не знаю уже месяца три честно я не смотрел статистику но у нас было три месяца назад еще 50 тысяч скачек приложения и реальных пользователей где-то не помню 17 или 19 тысяч было то сейчас уже явно больше кроме того мобильный трафик вот на мобильную версию за год вырос двое с 5 до 10 процентов а в целом насколько быстро растет в том-то и дело что мобильный трафик вот юрий привёл очень хороший пример и естественно когда люди занимаются мобильная версия них мобильный трафик и растет то есть да и если говорить то в среднем вот например у новостных сайтов них мобильный трафик это делись 16 процентов но так как я говорю что что общая цифра на уровне 4,3% — это не очень хороший показатель в сравнении со странами Центральной и Восточной Европы. То есть в той же Литве за этот год очень вырос мобильный трафик. Но это за счет того, что появляются мобильные версии сайтов. То есть с точки зрения мобильных сайтов и мобильных операторов, видите, все получается как очень сложно. Нет, но многие пользуются полными версиями на мобильниках. Вот тот же Тутбай любит загрузить полностью всю страницу на тот же iPhone. Кроме того, есть же модемы, 3G-модемы. Это тоже считается типа мобильный трафик. На самом деле люди ходят с ноутбуками. Я хочу дать очень короткий комментарий. Возможно, я не очень точно понимаю термин мобильности в том контексте, как мы обсуждаем. Но я запросто перехожу с ноутбука на телефон, посещая одни и те же сайты, пытаясь получить одни и те же сервисы. И когда мне нужно законнектить мой ноутбук в любом месте, я коннекчусь через свой мобильный телефон. Я просто, да, у меня Wi-Fi роутер прямо в телефоне. И тогда где у меня мобильность? Когда я только с телефоном или когда я делаю ту же работу, но законнектившись, законнектив свой ноутбук через свой мобильный? Где границы? Я думаю, что это не принципиально. Все-таки с моей точки зрения, ресурсы, к которым будет доступ, приложения, сервисы, которые можно получить, являются критичными, более критичными, чем количество или тип гаджетов, которые есть сейчас в наличии. И знаете, я вот сопоставил бы то, что я не большой специалист, я бы вообще сказал, что не специалист. Но тем не менее, я вижу, что, например, многих более развитых с точки зрения мобильности странах, вокруг операторов мобильной связи формируются кластеры разработчиков контента и сервисов. Не сами операторы это делают. И я не наблюдаю этого в Беларуси. Не наблюдаю. Более того, я знаю даже конкретные случаи, когда возникают барьеры. Когда к оператору мобильной связи приходит тот, кто обладает некой идеей, даже разработкой, и не находит понимания. Да, годами с ними. И когда потом владелец этого пенеджмента нашего белорусского оператора мобильной связи, резидента Беларуси, начинает задаваться вопросом, а почему же у меня такой? Если никто не достаточный трафик, ответ, пожалуйста, стимулируй развитие кластера. Вокруг тебя те, кто разрабатывает ресурсы, делает ресурсы, разрабатывает сервисы и приложения. Более того, я бы сказал, что, например, такое мероприятие как ТИБА было бы очень уместно, чтобы там появлялись не просто операторы мобильной связи, а вокруг них появлялись их партнеры, которые рекламировали бы для конечного потребителя свой ресурс, свой сервис, свои приложения. Хороший пример из той же Молдовы, потому что там мобильные операторы, как Телесонера и Оранж, они являются как раз в сторону кластеров, разработки приложений, они являются инициаторами и тем, что была создана возможность электронной подписи, то есть идентификации с помощью мобильных устройств. И во всех материалах и Оранж и Телесонера именно говорят о том, что это пример, как вот компания работает, о том, как этот сервис используется, и о том, что это ставит Молдову, естественно, как пример одной из самых высокотехнологичных, то есть в десятку самых высокотехнологичных стран мира, которые в этих используются технологии. Были ли какие-то важные, заметные события, вот именно касающиеся мобильных операторов, кроме повышения цен, всеми подряд? Ну какое там повышение цен? В прошлом году девальвация была по валюте, по инвалюте в 2,6 раза, они подняли цены, по-моему, на 10%, что ли. То есть считайте, что они все продули, ведь у них почти все затраты в валюте, все оборудование в валюте, роуминг в валюте, вот, и они очень сильно пострадали, то есть у них просто не было денег на развитие, и даже сейчас они эти цены, ну, еще цены не прежние. Вот, к сожалению, очень мало кто отдает себе отчеты. Вот, была новость, что Велком, МТС повышает цены, я почитал обсуждение на форуме, оно ужасно, их там облепили грязью, совершенно зря, ведь они, ведь связь сейчас почти дармовая, можно сказать. Ну, абоненты просто думают со своей точки зрения, у них же зарплаты тоже слегка изменились после... Ну, у них зарплаты больше поднялись, чем цены на сотовую связь. Это типичное поведение потребителя, какими бы ни были низкими ценами, и насколько незначительно они бы не повышались, потребитель любой категории продуктов и сервиса всегда будет недоволен, это совершенно естественно. Поэтому, чтобы я отнес к категории событий, я не знаю, правда, не помню, когда это точно состоялось, обеспечение возможности переноса своего номера к любому императору мобильной связи. Вот на России это еще только дискутирует, и там, если это будет происходить заплату, то у нас, например, это можно делать уже сейчас. И, как я понимаю, без всяких проблем. И вот в конце вот уходящего года я вижу некое общее движение о том, о попытке снизить тарифы роуминга связи. Сейчас проходил Белорусско-Прибалтийский форум Риги, и два оператора мобильной связи вместе с министром нашей связи, это МТС и Лайф, подписали соответствующие соглашения с операторами мобильной связи ладвийскими о существенном снижении роумингов тарифов. Я считаю, что прогрессивно. То есть, как бы такая тенденция, и вроде бы потребителей не заставляет, они это делают сами. А Белтелеком, наоборот, повышает цены на народные звонки. А мне запомнилось то, что мобильный оператор МТС задумался и рассказывал о вопросе приватности и безопасности в интернете. Вот это тоже очень важная инициатива, о которой часто забывают, и которые, когда компании такого размера и вообще важности, как МТС, пытаются делать, это, на мой взгляд, очень хорошо. Потому что это тоже тянет очень большой кластер вопросов и проблем. Владимир Викторович, с вами поговорим о рынке разработки программного обеспечения. Как он себя чувствовал в уходящем году? Растет ли вообще внутренний рынок? И тоже у многих возникает вопрос, развивается ли рынок собственных разработок, кроме аутсорсинга. Ну, давайте только говорить, я бы несколько расширил тему. Рынок не разработки ПО, а скорее рынок прикладного ПО. Это было бы программное обеспечение. Это для Беларуси было бы более актуально. То есть системных разработок у нас практически нет на сегодняшний день. СУБД, операционных систем различного рода утили, так сказать, соответствующего характера. А почему не только разработки? Потому что очень значимая работа по интеграции прикладного ПО, фактически по внедрению, как у нас принято было, и принято сейчас говорить, прикладных программных систем на предприятиях-потребителях. Там разработки как таковой может и не быть. Но работа не менее важна. Сборка из компонентов на базе какой-то платформы ранее разработана. Так вот, если в таком разъезде оценивать, то внутренний рынок растет, я бы сказал так, как и внешне. Но сталкивается с вполне определенными проблемами. И главная из них, вообще известная, она никак пока не разрешается, это недостаток специалистов с соответствующей компетенцией. Это вполне естественно, потому что дефицит IT-специалистов на глобальном мировом рынке не падает. Можно говорить, что он нарастает, можно говорить, что он остается стабильным, но тем не менее он присутствует. И это тенденция уже многих лет. Ну и соответственно, когда у нас есть экспортно-ориентированная составляющая нашей индустрии, особенно софт-венжининг индустрии, то переток идет. И это основная проблема, с которой сталкивается внутренний рынок, корпоративный потребитель, недостаток. Но здесь в большей степени даже не достает, я бы сказал так, консультантов, бизнес-аналитиков, менеджеров проектов, которые работают на внутреннем рынке. И другим барьером, сдерживающим развитие внутреннего рынка, является уровень компетенции руководителей, в том числе и многих IT-руководителей, на стороне корпоративных потребителей. Но в этом году мы предпринимали усилия, и кое-какие из них дали свои результаты, для того, чтобы дать возможность по-иному посмотреть руководителям наших корпоративных потребителей, прежде всего государственных, на то, зачем им нужно прикладное программное обеспечение и системы, создаваемые в целом, где основой, ядром является это прикладное программное обеспечение. Я сказал бы так, что с точки зрения ориентации, на значимость и на то, что нужно повышать собственную компетенцию, менять бизнес-процессы, связанные с внедрением эксплуатации систем программных, прогресс достаточно существенный. Работа будет продолжаться. Что касается, знаете, что выявилось, я прошу прощения, важное. Разнообразие прикладного, компонентного прикладного программного обеспечения, из которого можно собирать системы, оно достаточно высокое в мире. Берем системы категории ERP, SRM, иные. И вопрос выбора базовой платформы, он достаточно сложный. Но гораздо более сложным оказался вопрос выбора подрядчиков. То есть, сейчас у лидеров отечественного, тех, кто работает на IT-компании, работающих на отечественном рынке, в сегменте прикладного ПО, устойчивая точка зрения. На любой, более-менее подходящей платформе можно развернуть хорошую систему. Важно, чтобы подрядчик, который ее разворачивает, был компетентным и адекватным. Это гораздо более критично, чем базовая платформа, на которой прикладная программная система собирается, внедряется. Да, вот я вернусь все-таки еще к одному из вопросов. Потому что в последнее время часто довольно поднимается вопрос развития работы по собственным разработкам компаний. Потому что большинство компаний, белорусских IT-компаний, разработчиков, работают по заказу зарубежных компаний. Что происходит? Есть ли какое-то движение с собственными разработками внутри компании? Есть движение. Движение какое есть? Наши разработчики банковского программного обеспечения, фактически являясь основными игроками на внутреннем рынке, начали успешно продвигаться на внешний рынок со своими разработками. внедрением. Далее. Вы имеете в виду софт-клуб? Софт-клуб и системные технологии в Азербайджане, например. Далее. Я могу, например, сказать, что какие-то разработки для транспорта, прежде всего для железной дороги, тоже вышли. Это собственные разработки. И за пределы Беларуси. Куда? Банковские технологии всегда были, в общем-то, Мебиус всегда... Куда? Тот же Казахстан, Россия, Прибалтика. То есть потихонечку вот такая география расширяется. И я, например, назвал бы новый взгляд корпорации «Галактика» и новая волна активности на свои продукты, их нацеленность и на обновление своей продуктовой линейки в традиционной модели, так и создание облачных решений для своих клиентов. Ну и в целом некое появляется понимание разработчиков собственных продуктов или тех, кто хотел бы их делать, о том, что для нас выход – это консолидация деятельности разработчиков, потому что масштаб каждой отдельно взятой белорусской компании, которая делает собственный продукт, для работы на глобальном рынке слишком мал. Не буду называть большие имена, которые разрабатывают ведущие продукты. Собственно, такая же ситуация во всем мире. Если мы вспомним происхождение софта и сервисов, то это будет США прежде всего, но еще там Израиль и Германия. Все. Но мы никогда в жизни не слышали о бельгийском софте, или голландском, или даже французском, потому что его во всем... Он есть, но его мало. Доля его незначительна. Так что, в общем-то, самое главное, что тенденция есть. В этом году внедрялись, не знаю, как это оценить, достаточно ли активно, но внедрялись технологические IT-новшества в разных сферах и в образовании, и в транспортной сфере, и в здравоохранении. Какие из них вы назвали бы самыми примечательными, самыми интересными и важными, ну, наверное, с точки зрения потребителя? Я пользуюсь только двумя сервисами в Мобильский круг. Это система ERIP, чтобы сэкономить время и не ходить никуда, и платить. И онлайнер, чтобы что-то для себя найти, для окружения. То, что используется активно и интенсивно. Несомненно, я посещаю Тутбай, чтобы узнать о новостях, что-то полезное почитать, но это все категории средства массовой информации, так сказать. Да-да-да, ну, а вот там электронный проездной был, поликлиники активно начали, развернули деятельность в интернете, там можно сейчас и талончик заказать, и врача вызвать, и все что. Развернули деятельность и начали экспериментировать. Это не значит, что это уже поставленный сервис, который доступен, понятие, которым пользуются многие. Да, ну вот... А движение, несомненно, есть. Есть движение, и это очень хорошо. Вот, но путь еще какой-то нужно пройти, и, понимаете, какая главная проблема здесь? Две, с моей точки зрения. К сервисам, конечно, мы к этому не вернемся. Первое. В основном сейчас эти сервисы ориентированы на поддержку того, что мы называем административными процедурами или близкими к ним, так сказать. Значит, системы для того, чтобы эти административные процедуры были обеспечены, их разработка финансируется из государственного бюджета. И, соответственно, получается крайне недофинансирование. Нет по соответствующим статьям в нашем бюджете, достаточного количества денег, чтобы быстро, эффективно делать системы. Второе. Это не вопрос денег. У нас отсутствует практика последующего массового информирования и содействия в освоении даже того, что появилось. Сделали, система есть, что еще нужно? Но никто не знает. Пусть все работает. Да, а желательно не только рассказать, хорошо, что она есть, а желательно еще как-то рассказать, как с ней работать. Продать, грубо говоря. Да, по сути дела, продать. Совершенно верно. То есть продавать должно, в каком-то смысле продавать, и государство, когда оно порождает свои системы. Это то второе, что должно быть сделано. И вот сейчас наметился какой-то подход и путь, как эту проблему разрешить. Мы, к сожалению, в этом году не успели это сделать, но нашли взаимопонимание в развитии конкретной формы государственно-честного партнерства. Когда если у государства не хватает денег, а нужно обеспечить ту или иную административную процедуру, или смежный сервис в виртуальном электронном пространстве, то государство может рассмотреть готовность какого-то частного бизнеса инвестировать в эту систему и далее оказывать соответствующую услугу на оговоренных государственных условиях. При этом должен быть подписан инвестиционный договор с Республикой Беларусь, чтобы частный инвестор получил гарантии возврата своих денег и понимал, в какой среде он работает. Примеры есть. Например, это система взимания платежей с помощью электронной системы. Известный проект, который взялся реализовать капшу. Бюджет, наверное, всем известен. И инвестиционное соглашение с Республикой Беларусь подписано в марте месяце. Как раз вот такой подходящий пример пути, по которому мы можем пойти. И движение началось. Надеюсь, оно будет успешно. Да. Ну, а я бы привел живенький такой рабочий пример. Это Минск Транс. Знаете, это оказался очень неожиданный для самого меня пример, потому что в одном файле заметили, что достаточно большая аудитория. И если... И казалось бы, что... В чем причина популярности сайта Минск Транса, кроме расписания? Оказывается, в Минске транспорт ходит по расписанию, как мне кажется, неожиданно. Трамваи, троллейбусы и автобусы. Они имеют систему GPS. То есть, если вы заглянете за... У водителя в них стоит устройство, которое трекирует их перемещение. С плюс, с точностью плюс-минус две минуты по Минску движение. Есть расписание. И на сайте Минск Транса это расписание доступно в принципе. Вот движение. И доступны, опять же, такие мобильные приложения для айфонов и для андроидов. И если уже говорить про сайт Минск Транса, то им пользуется 15% минской интернет-аудитории. Из этой аудитории это 90% минчане. И как раз это молодежь. То есть, люди в возрасте 15-24, это почти 60% аудитории. И люди, которые являются студентами, это около 30% аудитории. То есть, это пример высокотехнологичного сервиса, который понятен, полезен и используется. То есть, при правильном освещении этот пример, я думаю, что он красив на достаточно глобальном уровне, потому что он весь работает. И вот сервис работает, он и пользуется. Готов рекоментировать. Знаю просто корни. И спасибо за пример, очень хороший. Технология... Пользуйтесь. Но, к сожалению, мало езжу общественным транспортом. Поэтому, наверное, не знаю об этом сервисе. Ну, может, уже не 15-24. Значит, советую посмотреть заинтересованным, как построена соответствующая система в Эстонии. И технологическая платформа, на базу которой это делалось, она литовской разработки. Компания Miracos, извините, вырежете, если это реклама. И она технологическая компания, она не старается, не стремится себя рекламировать. И что очень интересно, она построила свои технологические компетенции на базе того, что было, когда-то она работала на компетенции в Петербурге, в Минске и Киеве, еще в советские времена. И вот одна из правильных, с моей точки зрения, правильных подходов для того, чтобы у нас сервисы развивались быстрее, это смотреть, что и как сделано у соседей. И все-таки мы ментально близки, и экономически, так сказать, мы ближе, чем какие-то далекие и более существенно более развитые страны. И вот эта переносимость, она проще и быстрее. Для того, чтобы обеспечить, в том числе, и такую миграцию, хороших сервисов и решений, подписано Международное соглашение Беларусь-Литва в конце ноября о сотрудничестве сферы информационных технологий и развития информационного общества. У меня большие надежды в связи с реализацией этого соглашения. Прежде всего, вернее, в том числе для того, чтобы сервисов стало больше осваивались, они у нас быстрее. Есть уже, может быть, какой-то конкретный план? План сейчас разрабатывается. Поэтому я говорю о том, что можно фактически давать свои предложения, если у кого-то есть какие-то идеи. Если на бытовом уровне брать, то я, наверное, больше пользуюсь все-таки. Кроме Нерипа, я постоянно покупаю билеты. И на автобус, в Междугородний, вот с того же Минстранца, там вот с кем-то в Содружестве продает билеты на автобус и на самолет постоянно. Уже давно очень покупаю билеты прямо на сайте Белавиа. И что приятно, они учитываются бухгалтерией. То есть, если ты купил на свою карточку и представил там электронные данные, там распечатка и все такое, потом сдал этот посадочный талон, то ни у бухгалтерии, ни у налоговой инспекции вопросов не возникает. Это безумно удобно, чем ездить куда-то в офис Белавиа, стоять в очереди. Вот это огромный прогресс. Ну, хотя в мире, там тот же РНР, Безер, тут не надо рассказывать. Но, к сожалению, это не наши сервисы, но я тоже ими постоянно пользуюсь. Покупка дешевых билетов. Ну, это важное замечание, что это не совсем белорусские сервисы. Я тоже покупаю билеты в интернете. И далеко не только у Белавиа. Бронирую гостиницы, прокладываю маршруты. А вот тут как раз, смотрите, так как было сказано, что смотрите, что происходит у наших соседей, и хорошо, что подписано соглашение с Литовской республикой, но обратите какое внимание, что в топ-50, скажем так, популярных в Беларуси сайтов не попадает ни один банк. Если кто знает подробности развития ИКТ в балтийских странах, банковская инфраструктура, это были одними из тех локомотивов, которые развили ИКТ в этих странах. И даже если брать Украину, то там в топ-30 тоже попадают банки. То есть и здесь были перечислены сервисы, и банковские сервисы особо не были упомянуты. Это потому, что наши банки до сих очень консервативны. У них представление об интернете отстало лет на пять, как минимум, что касается Беларуси. То есть они до сих пор уверены, что если они сделают нормальный сервис, то им никто не будет пользоваться. А у тех, у кого этот сервис есть, я попытался пользоваться интернет-банком, своего банка, но это невозможно. Они сделали все, чтобы им невозможно было пользоваться, максимально затруднить любое действие. Вот они тренды на 2013 год, потому что как раз банки могут быть теми, кто будет способствовать развитию информационно-коммуникационных технологий, в частности, интернета в Беларуси. И тут как раз возникает вопрос о том, что среди белорусских интернет-пользователей незначительное число людей старше 55+. Опять же, такие банки во многих странах, они занимались, в частности, интернет-образованием. То есть медиаграмотность это тот самый важный момент. То есть если там у меня был вопрос про белорусскую интернет-аудиторию, как она... Да, да, давайте, может быть... Ну, знаете, только если мы говорим о потребительском спросе, потребительских навыков, я бы предпочел употреблять термин электронные сервисы и электронные ресурсы. Понимаете, интернет все-таки у многих ассоциируется больше с возможностью не обеспечения коннективности. Сейчас, как и переход на сервис ориентированный подход, он сейчас проявлен не только в отношении внутренних систем предприятия, но, наверное, он характерен для всего глобального рынка. Мне важна не система, которой я пользуюсь, мне важен сервис, который я получу. Благодаря этой системе иной не имеет значения. Так вот, я согласен насчет возможной роли банков, и там на поверхности лежат даже простые такие-то вещи, которые могли бы повысить, ну, я бы сказал, Актуальность электронных ресурсов и сервисов. Я иногда задумываюсь, где мне вот делались какие-то записи финансового характера? Я пользователь реально одного банка. У меня там карточек, если брать посреди, считать вместе с моей семьей, больше 20. Почему у меня нет личного кабинета в этом банке электронного? Почему не могу зайти, оставить там записи, которая защищена должным образом? И когда мне нужно провести какой-то расчет, что-то вспомнить, там же это все и найти. В принципе, это делается просто, но этого нет. Как росла интернет-аудитория в Беларуси в 2012 году и изменился ли как-то социальный портрет? Ну, как раз вот опубликованы ноябрьские данные и в Беларуси в ноябре 2012 было 4 миллиона 538 тысяч интернет-пользователей в возрасте 15 плюс. Или это 56% ну, как уровень проникновения. Хороший показатель, но есть куда расти. То есть, за год выросло практически на 12%. Опять же таки, или это почти полмиллиона человек. Это очень хороший показатель. И здесь важно говорить о том, что ну, если в прошлом году интернет-аудитория выросла на 20%, то нужно понимать, что с каждым годом каждый процент уровня проникновения он будет все более-более тяжело. В том смысле, что сейчас все развитие шло за счет инфраструктуры. То есть, мобильность, мобильные операторы работали в этом, появление широкополосного интернета, потому что важным является, что, например, практически 70% это интернет-аудитория, у них способ подключения это широкополосный интернет, и модемное подключение становится все более-более редким, то есть, это уже менее 5%. Соответственно, конечно, то есть, в дальнейшем роста более 10%, ну, трудно ожидать, я предполагаю, потому что даже и в этом году достаточно длительный период, с марта практически до конца лета, падений не было характерных, сезонных, но тем не менее интернет-аудитория не росла. Ну, и для того, чтобы она росла, так как мы говорим о трендах на 2013 год, то вот как раз мы уже тут как-то в дискуссии пытаемся обсуждать, кто и что мог бы способствовать развитию, потому что, ну, нельзя говорить о каком-то отдельном сервисе, потому что, ну, все это приводит к развитию интернета. Если говорить о социально-демографических изменениях, то, да, чуть стало больше женская аудитория, то есть, 51% это женщина, 49% мужчина, да, я считаю, что основное ядро белорусского интернета это люди 25-34 года, это 30% аудитории, и это, наверное, одна из самых активных частей белорусской интернет-пользователей, они активны по времени, проводимому на сайте своих деятельностей, ну, и это люди уже, которые выросли с интернетом, и которые, наверное, уже многие из них времена Дейлапа и пропустили. Вот. Если говорить о роде деятельности, то здесь, как бы, опять же, так как силы возраста, образованности, потому что 39% это люди с высшим образованием, и оно чуть-чуть уменьшается, и это хорошо, потому что я всегда говорю, потому что чем более высокообразованная аудитория, это свидетельство этого цифрового неравенства, нужно понимать, что не все люди используют интернет со своей деятельностью, и, как бы, уменьшение людей с высшим образованием это хороший показатель, и по роду деятельности специалисты, главные специалисты это 24% интернета, аудитории, а студенты и школьники около 16, уменьшается доля Минска, и это, опять же, таки тоже хорошо, потому что это, опять же, уменьшение цифрового неравенства в какой-то степени, то есть Минск это сейчас составляет 28%, в прошлом году это было 33%, ну, а в прошлые годы это, наверное, была половина всей белорусской интернет-аудитории, и важной характеристикой изменения вот в нашем исследовании было то, что начали разделять города более 50 тысяч жителей и менее 50, то есть крупные промышленные и более мелкие сельские местности, и 19% это вот как же как раз жители крупных, городов, и 17% это те, которые в малых городах и сельской местности, ну, и, конечно, очень бы хотелось в пожеланиях на 2013, чтобы их доля все-таки увеличилась, и они были активными, потому что, как показывает пример, и, как вы видите, в процентах их достаточно много, но их активность на сайтах, то есть вовлеченность достаточно бывает часто низкая. Если говорить, например, об учебеспециальной квалификации, это 2,5% белорусской интернет-аудитории, или, скажем, военнослужащий милиционер 1,7%. Но всего лишь белорусская интернет-аудитория чем хороша? Тем, что в ней 4,5 миллиона. И когда, например, в балтийских странах говорить про эти проценты, то это, оказывается, все-таки значительная очень аудитория, и о ней, конечно же, нужно думать. про вовлеченность я сказал, и другой пример тем, что потребление каких-то вещей, потому что, ну, тут еще будет вопрос по предпочтению, например, я смотрел новостные сайты, то вот как раз у тех, у кого деятельность квалифицированной рабочей мастер, то у них возрастает активность в пятницу, субботу, в воскресенье, то есть они тогда и решают почитать новости, потому что у нас новостные ресурсы, они все живут, Reuters, Bloomberg, то есть новостная лента, а у людей все-таки несколько иной уклад, они на неделю работают, а новости они вот выходные начинают читать. Но, если говорить о предпочтениях, то социальные сети, это 9 сетей, то это пользуется 80%, 78% белорусских интернет-пользователей поиском, ну, если брать аудиторию Гугла и Яндекса, не учитывая, что возможность поиска на других сайтах это 82%, если говорить новости, то это 51%, видео 57%. но, если говорить дальше начинаются уже тематические, то есть автомобильные это чуть больше 30%, спортивные меньше 20%, женские меньше 20%, ну, и так далее уже можно дробить и видеть. То есть получается, что социальные сети, поиск, новости и видео это основные интересы белорусских пользователей в интернете, ну, в общем, это достаточно логично. Юрий Анатольевич, вопрос к вам. Какие тенденции вы назвали бы самыми главными в 2012 году в Байонете и как они соотносятся с тенденциями интернета в общем, мирового интернета? Сейчас и у нашего, и у мирового интернета одна тенденция, о которой мы уже говорили, это мобилизация. Это бурный рост мобильного трафика, он будет только расти. Приложения это тоже будущее. Тут на одной конференции в Крыне-Цездруй довелось услышать французского эксперта, что скоро интернета вообще не будет, будут одни приложения. Это, конечно, преувеличение, но что-то в этом есть. Все крупные фирмы разрабатывают свои приложения. Ну, а что касается событий, допустим, я бы не сказал, что в мировом интернете были какие-то страшные важные события в этом году, но что касается нас, у нас в Беларуси, я считаю, что самое большое событие вообще в ИКТ-сфере, это выход ЮПАМа на биржу, потому что это не только выход IT, белорусской IT-компании, вот когда над New York Stock Exchange развивался белорусский флаг, а это вообще первый выход белорусской компании на IPO, на Нью-Йоркскую биржу, и это символично, потому что сейчас очень много разговоров о бренде страны, о бренде Минска, вот вам и бренд, это информационная технология, я уверен, что это наше лицо в 21 веке, и вот я уже говорил, что там фактически есть американские продукты, израильские, вот я верю, что лет через 10 мы будем, ну может как пол Израиля, это будет по значению, это будет очень хорошо. Владимир Викторович. Знаете, я хотел бы прокомментировать, я присоединяюсь к мнению Юрия о том, что это значимое очень событие для нашей страны, но есть один негативный момент, никто по сути не подхватил вот эту возможность о том, что белорусский флаг развивался на всех уровнях, от государственного до бизнеса, который мы можем этим использовать, IT-бизнес, так сказать, на внешних рынках. Ну как, это же частная фирма, с точки зрения положения. Да, с точки зрения чиновников этого не существует. Ну почему, флаг Беларуси является государственным, может быть, нет, событий не было с их точки зрения. Если он там появился, то, наверное, можно было это каким-то образом использовать, обыграть, для того, чтобы имидж нашей страны стал выше. Тенденции. Знаете, вот если говорить чем-то не то, что масштабным и особо значимым, но достаточно новым, необычным, я, например, считаю, что важно, что две белорусских компаний финансовых начали искать проекты на белорусском же рынке. я имею в виду Зубркапитал, IT-проекты, прошу прощения, и решили инвестировать в ИКТ-сектор. И я имею в виду Финокс Венч. Вот, то есть, это хорошая тенденция, мы говорим о недостатке капитала, и когда вот собственные капиталисты возвращаются или переходят на рынок, то меня это радует. Бавин, Александр Кнырович. Ну, Бавин, это ассоциация, а я имею в виду это тоже значимое событие, но я имею в виду, когда уже собственный непосредственный инвестор это делает. И если вот эту линию, так сказать, возможности финансирования проектов продолжать, то я бы еще отметил развитие позитивного взгляда международных финансовых институтов на целесообразность и возможности инвестиций в белорусские КТ-секторы. Это и Европейский банк реконструкции и развития, это и Мировой банк вместе с международной финансовой корпорацией. И это происходит благодаря тому, и это тоже значимая тенденция, что понимание роли сектора КТ для будущего, не только для сегодняшнего дня, для русского, отечественного, и как сектора экономики, и как фактора отдельного сектора экономики, и как фактора развития всей экономики, общества и государства, оно растет. Вот солидарная оппозиция и представителей органов власти, и представителей бизнеса, и общества, она здесь становится все более единообразной, все более такой мощной. А это хорошая предпосылка для совместных действий в будущем. Чего мы не успели сделать в этом году, и это могло быть значимым событием, это начало такого публичного, активного и продуктивного диалога IT-бизнеса и профессиональных IT-организаций с нашим государством, нашим правительством, для обеспечения этих солидарных действий. Но я думаю, что в следующем году, в первой половине, мы это начнем, и можно будет видеть это как событие. Также я отметил бы тенденцию продолжающегося роста профессиональных сообществ, инженерных обществ, работающих в IT. Это очень важно. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, на Западную Европу, то основным движителем новых стандартов, лучших практик, многого, развития системы образования является как раз профессиональное общество, профессиональное IT-общество. И вот развитие этих профессиональных обществ, оно получило некое развитие не только собственно IT-специалистов разных категорий, но и, например, уже сейчас солидарно действуют представители системы, я ее называю дополнительной системой IT-образования. Это те, кто занимается посредиземным образованием, короткосрочным, так сказать, в таком режиме, начиная от учебного центра парковых высоких технологий и далее. То есть, у нас здесь начали солидарные действия. Они работают, взаимодействуют между собой, пытаются вырабатывать совместные программы, решать совместные проблемы. Это как бы тенденция этого же рода. Что еще я бы отметил, что сейчас тоже воспринята многими значимость IT-директора, как человека, от которого зависит успех многих проектов, как для интернета, так и для корпоративного сектора. Воспринята многими его значимость и сами они уже консерализировались тоже некое сообщество. Сейчас это называется клубом IT-директоров. Это достаточно свежее образование, это от октября месяца. И некое развитие это сейчас будет. Если говорить об инвесторах, которые приходят или возвращаются наши родные в Беларусь, означает ли это тенденцию среди самих бизнесменов, молодых бизнесменов, которые основывают стартапы в IT, что они наконец-то поняли, что нужно делать, куда надо двигаться и этим самым привлекают новые деньги. Ну вот это движение началось. Оно началось где-то года три назад, наверное, со стартап-викенда. Сейчас мы читаем, что идут инвестиции, что белорусские игры используются во всем мире, что уже там белорусы покупают в Австралии фирмы за миллионы долларов айтишные. И это только собственно говоря начало развиваться. Это будет развиваться. Есть позитивные шаги. У многих есть иллюзия, особенно у самих начинающих, особенно молодых предпринимателей потенциальных, что для того, чтобы начать бизнес, не нужно ничего, кроме идеи и желания. Есть идея, я хочу, и я пытаюсь это сделать. Эти, на самом деле, надо, чтобы и внешние условия, обстоятельства были подходящими, нужно обладать определенной компетенцией, хотя бы минимальной, и вообще говоря, нужно обладать определенными личными качествами. Это тоже очень важно. Эти, как бы, и вот, но тот же вот это стартап-движение, оно развивается таким образом, что оно позволяет многим уже на старте фактически, так сказать, либо оценить себя, либо оценить правильность своих подходов, либо даже увидеть, что нужно где-то свою компетенцию повысить и сделать это. Понимаете, вот эти все критичные группы вопросов, которые я назвал, да, так сказать, вот они находят свое разрешение в все большей и большей мере благодаря стартап-движению и, так сказать, все, что с ним рядышком. В том числе какие-то курсы даже в вузах начинают внедряться по IT-предпринимательству. Я как раз хотел сказать, значит, существует коллективная монография известных специалистов в своей отрасли, значит, учебное пособие по IT-предпринимательству, одобренное Министерством образования, и вот с осени этот курс читается в четырех вузах, а вообще есть планы внедрить это в 34 специальностях по стране. Это специальный курс по IT-предпринимательству, причем, что интересно, это пособие выпущено в интернете, то есть оно лежит на сайте IT-legal-solutions.com и его там может почитать и использовать любой желающий. Да, спасибо. К сожалению, наше время подходит к концу, вот мы сейчас уже четко обозначили тенденции уходящего года. Отдельные. Отдельные. Все мы не успели. Да, все, наверное, охватить невозможно. Ну, что вы могли бы в прогнозах назвать тенденциями, основными тенденциями, желаемыми, по крайней мере, на год будущий. Те тренды, которые, тенденции проявились в этом году, если они продолжатся, хотя бы только эти, это будет уже очень хорошо. Понятно, что мы не все осветили, как бы в целом набросали что-то. Вот, и для себя, я считаю, принципиально важным, чтобы вот, это в явном виде не было названо, то, чтобы сотрудничество государства и IT-бизнеса продолжалось, чтобы механизмы и схемы совершенствовались, чтобы взаимного доверия становилось больше, и чтобы в конце концов государство еще внимательнее отнеслось к внутреннему IT-бизнесу, собственному, отечественному, к внутреннему IT-инвестору. Я не против и зарубежных. Но внутренний потенциал в этом смысле недоценен. В большей степени наше государство смотрит пока на IT-сектор как на неких технократов, которые могут только что-то разработать, и как-то это потом будет двигаться. Это тоже нужно, и это верная оценка, но она очень частичная. Наш IT-бизнес обладает яркими личностями, которые способны на многое. Это ответственные люди, которые вообще, даже как бы, многие из них и разделяют общие проблемы страны и государства, когда что-то планируют. Вот это, с моей точки, из них государство пока недоценено. Я хотел бы, чтобы в будущем году ситуация здесь изменилась. Хочу выразить горячую поддержку Владимиру Викторовичу, и я тоже на это надеюсь, что IT-сектор будет признан нашими чиновниками, государством. Ну, мне хотелось бы, чтобы интернет рос по-прежнему двухзначными числами, и чтобы кроме роста числа интернет-пользователей, также рост рекламный рынок, потому что без этого рекламного рынка белорусским ресурсам будет тяжелее, тяжело и тяжелее развиваться, а если им будет тяжелее развиваться, то все вышеназванные слова, они, к сожалению, не будут подкреплены новыми, интересными и полезными проектами, не сколько для чиновников, сколько для нас, пользователей. И поэтому, ну и плюс, естественно, да, я бы всегда и теперь стараюсь добавлять, что медиаграмотность, она тоже бы должна расти и расти. То есть, тут очень много как раз возможностей для совместной деятельности различных секторов нашей промышленности. Михаил затронул интересный вопрос, который мы, я думаю, незаслуженно упустили, интернет-рекламу. Может быть, в двух словах вот сейчас обозначим, как рос рынок интернет-рекламы в 2012 году и чего ждать? Ой, в 2012 году рынок интернет-рекламы вернулся на уровень 10-го года, потому что в 2011 был провал и все пострадали. Но рынку интернет-рекламы еще грех жаловаться, потому что рынок всей рекламы откатился в прошлом году на уровень 2006 года, а в этом году он повторит 2007 год. Вот, на самом деле с рекламой полная катастрофа, потому что надо на что-то развиваться. А интернет-проекты живут с рекламных денег. В стране очень маленький процент частной экономики, а государственным предприятиям рекламироваться не надо. Хлебзаводу номер 5 реклама не нужна. Поэтому у нас интернет-рекламы на души населения 18 раз ниже, чем в России, не говоря уж об абсолютных цифрах, потому что реклама возникает от конкуренции. И рекламодателем выступают в основном иностранные компании, у которых действительно конкуренция. Это и мобильные операторы, и автодилеры, и банки частные. Значит, то есть узок круг на самом деле. Вот, будем надеяться, что потихоньку это будет расширяться, но пока это просто смешные цифры. Совершенно. есть еще предпочтение быть одним предложением. Просто я посчитал проценты. Ну что же, я думаю, что мы по крайней мере набросали картину года уходящего и обозначили какие-то основные предпосылки для развития на год будущий. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти и поделиться своим мнением, своим взглядом на картину IT страны, IT Беларуси. И вас, дорогие друзья, я благодарю за то, что вы нас выслушали и были к нам внимательны. С наступающим Новым Годом! Всего вам самого доброго! Оставайтесь тут! Новым Годом! Новым Годом!